Подтянуться 13 раз на турнике легко. Возраст это лишь цифры в паспорте. Активности 82-летнего Алексея Горчакова позавидует и молодежь. Я начинаю утро с ковра. Вот на ковер ложусь, разные упражнения, гантели, растяжки, все прочее. Выхожу на улицу, тренажеры. Где-то полчаса еще один такой мой ровесник мы занимаемся на тренажерах. И после этого уже я иду сюда. А здесь в клубе активное долголетие Алексея Васильевича ждут девочки. Они не стесняются возраста, подчеркивают состояние души. Под руководством тренера Владимира Феоктистова готовы заниматься скандинавской ходьбой ежедневно. На палочку поставили правую руку, в левой рукой все наклоны. Раз. Два. Второй день молодежи. Официально день пожилого человека. Активные жители Одинцовского округа встречают на Лазутинке. Сегодня тренировка будет облегченной. Дистанция короче, нагрузка меньше. Скандинавская ходьба – фаворит участников клуба. Олимпийский чемпион Александр Легков их выбор одобряет. Здесь называется скандинавская ходьба. У нас называется имитация в лыжном спорте. Поэтому всю жизнь мы с палками бегаем, прыгаем, ходим также в подъемы. Но здесь немножко они покороче, здесь идет поравнение. Все же у нас возраст такой серебряный. Не хочется говорить, что это пожилой возраст. Это будет серебро. Или вторая молодежь наша. Конечно, немножко спокойнее, медленнее. Но, тем не менее, работают все мышцы. И верх, и низ. 1 октября у жителей округа серебряного возраста двойной праздник. Это не только день пожилого человека, но и день рождения любимого клуба. Его история началась два года назад, здесь же, на Лазутинке. С тех пор изменилось многое. У нас активно работают два клуба. Один в Венигороде, другой здесь в Одинцово. Даже если взять этот год, то более трех с половиной тысяч активностей, занятий, мероприятий мы смогли уже провести для членов клуба. Всего у нас около 1700 участников. Это количество с каждым днем все увеличивается и увеличивается. Становится больше и активностей. Два года назад их было 9, сейчас 19. А совсем скоро станет 25. Большим спросом пользуются экскурсионные поездки. Именно поэтому мы увеличиваем количество выездов постоянно и разрабатываем новые планы логистики, чтобы у всех возможность была во всех территориальных управлениях нашего округа выезжать на экскурсии. Здесь очень много активностей. Это здорово, что Андрей Робертович поддерживает эту всю историю. И вот сегодня они, пообщавшись, поговорили, что нужно приобщать их еще к велосипеду. И сейчас этот вопрос будет решаться, чтобы наш серебряный возраст мог еще кататься на велосипедах. Это тоже очень круто. Присоединиться к участникам клуба активное долголетие могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Все занятия проводятся совершенно бесплатно. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.